На дворе 21 век, время технологий и научных открытий. Тем временем в Госдуме, судя по всему, царит полное Средневековье. Вот патриарх Кирилл выступает с проповедью про Антихриста. И очень важно, что мы наша страна, опирающаяся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление. Невероятное слово сейчас скажу. Антихристу. Сопротивление, пришествую в мир глобального зла. Потому что что такое антихрист? Вы что, не знаете об этом, что ли? Сам сказал, сам посмеялся. Под антихристом Гундяев подразумевает некое всемирное зло, которое вот-вот захватит мир и противостоять которому сможет только Россия. Видимо, этим злом являются представители ЛГБТ и женщины, которые решают сделать аборт. Им, по словам патриарха, нет прощения. Но и ожидаемо корень мирового зла кроется на Западе. Европейцы перестали осознавать свои христианские корни. Стали даже их стесняться. Они стыдливо избегают упоминания о Христе в названии праздников. Уже Хрисмос нельзя. Вы, Эксмос. Что такое Эксмос, не знаю. Но вместо Хрисмос, Эксмос. То есть само слово Христос уже нельзя в публичном пространстве употреблять. Да что ты, черт побери, такое несешь. Другое это дело – зазывать на войну и бесстыдно оправдывать смерти. Если уж говорить о мировом зле, то сам патриарх Кирилл. И есть одно из его воплощений. Другая новость. Борис Надеждин преодолел порог в 100 тысяч подписей. Тем не менее, не хватает подписей из ряда регионов. Так что политик продолжает сбор. И люди по-прежнему выстраиваются в очереди, чтобы поддержать его выдвижение. Вот это видео из Воронежа. В Сибири сразу в нескольких городах в штабы Надеждина пришли силовики. В Иркутске они выселили сотрудников из помещения. Там уже ищут новое. В Новосибирске сборщиков выгнали из торгового центра. То же самое произошло в Красноярске. Друзья, пожалуйста, пишите в ВВД-инфо, пишите, звоните Максиму. А сейчас здесь, собственно говоря, пытаются нашу деятельность ограничить. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. Причем по соседству располагался штаб по сбору подписей за Путина. Но на это силовики не обратили, конечно же, никакого внимания. Путин уже сдал в ЦИК подписи избирателей. Собирали их, конечно, старыми методами. Обманом, шантажом и подкупом. Можем объяснить, рассказали несколько таких историй. Где-то бюджетникам пообещали премии, где-то угрожали увольнения. В общем, схема старая. Те самые пенсионеры, на которых этой весной рассчитывает Путин. Он врет, как сивый меринка. Он говорил, что он не будет переизбираться. Он говорил, что он не допустит повышения пенсионного возраста. Как только я увижу по телевизору рожу его, так СБ переключаю на другую программу. Не хочется слушать враньёк. Одно враньёк, одно насилие и один обман. Какой стремительный карьерный рост. От бледной моли сразу до сивого мерина. Ни в одной другой стране мира политикам такое даже не снилось. В Казани из-за коммунальной аварии появилась целая река. Это Амирхана. Две ключи, термальные источники. Одна машина уже стала покупаться. А как реку, кстати, назвали? Нетерпиловка. Улица Ерульна. Машина плывёт по капот. Всё затопило. Больше колена. Целый город затопило. А на улицах нет души. Все, видимо, сидят дома перед телевизором. Смотрят, как загнивает Америка. При чём здесь Россия-то? Последняя книга, прошу прощения, Владимира Сорокина «Наследие» стала пропадать из интернет-магазинов. Поводом стал донос так называемых патриотических общественников. Они потребовали от СК проверить книгу на пропаганду ЛГБТ и насилие над детьми. Поводом для доноса могла стать антивоенная оппозиция писателя. Но грустно другое. Магазины спешат снять книги с продажи ещё до появления формальных требований в угоду доносчикам. И тем самым дарят властям удобный инструмент цензуры. Очередной штраф получил телеканал TNT Music за показ музыкального клипа. Вот на этих кадрах британской группы Years and Years суд усмотрел, цитирую, выражение сексуального взаимодействия между лицами одного пола. Клип крутили с пометкой 16+, однако, опять же, по мнению суда, его нельзя показывать до 18 лет. Вообще, конечно, вся музыка и клипы – это проявление чувств и танцы. Так что у охранителей нравственности впереди ещё очень много работы. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую, мы с точностью разрушим своё отечество. А студентам высшей школы экономики в Петербурге запретили использовать феминитивы. Поводом стал студенческий пост, в котором использовалось слово «кураторка». Студентов вызвали к декану, а затем начальник по воспитательной работе с говорящей фамилией Угрюмов запретил использовать феминитивы. По его словам, использование таких слов приравнено к участию в деятельности экстремистского движения ЛГБТ. Можно по-разному относиться к феминитивам, но, согласитесь, невозможно терпеть такой идиотизм. И, конечно, никаких начальников по воспитанию студентов тоже быть не должно. Шесть человек погибли и не менее 60 ранены. Таковы итоги ночного обстрела Киева, Харькова, Павлограда и других городов путинскими войсками. Об этом заявил главком ВСУ Залужный. Минобороны России в своей сводке буднично сообщает об ударах высокоточным оружием по военным объектам Украины. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Покажите эти кадры, которые только что были на экране, тем, кто до сих пор верит официальной пропаганде. Субтитры создавал DimaTorzok